Первое, мы недостаточно восстанавливаемся, недостаточно восстановились после задержки дыхания, то есть не было правильного восстановления, то есть достаточно во время. То есть получается что, когда вы сделали задержку дыхания, сразу начинает повышаться давление, да? Когда мы блокируем респирацию, то есть тенция увеличивается, и тенция тоже, и сразу нужно было интенсивно дышать, начинать активно дышать. И если у нас вот этот период восстановления очень короткий, мы не успели восстановиться и еще раз даем нагрузку, то эта нагрузка имеет свойство накапливаться, да? Поэтому у нас состояние возбуждается наше. Если мы делаем exercисы, и после этого мы не имеем много времени, то мы начинаем делать другой exercис, то это тенция, которая аккумуляет. Хорошо. Ну, смотрите, еще раз проводим аналогию, да? Задержка дыхания это то, что сейчас начало возбуждать нашу сосудистую нервную систему, да? Дало нам некое напряжение и возбуждение, да? Когда мы блокируем респирацию, то, конечно, это нашу систему нервовую и кардио-васкульную, которая входит в ход. То есть, в принципе, это стресс для организма, то есть стрессовая ситуация такая, да? Это то, что происходит в конфликах, да? Это то, что происходит в конфликах, да? Это же самое. Мы сразу о чем говорим? О том, что как только возникает такая ситуация, стрессовая, то есть нам нужно научиться сразу включать дыхание. И теперь, как трескать дыхание, расслаблять тело, да? И детendre локор. Можно двигаться. Вы можете動. Да? То есть, расслаблять тело свое. Мы детеним нашу дыхание. Если мы будем стоять неподвижно, статичные позиции, не будем дышать. давление будет повышаться, эмоции будут нарастать, это как снежный кок. Если мы остаемся иммобилем, то на самом деле, наш тело будет стенд, эмоции будут нарастать. И так получится, что вы не сможете сделать какие-то правильные действия. У вас не будет скорости, у вас не будет внимания. Вы не сможете отреагировать на ситуацию. И вы не можете реагировать correctement. У меня такой вопрос тогда еще. Как вы считаете, что важно в каких-то ситуациях, что возьмем технический аспект, сама драка или психология? J'ai une question. Как вы думаете, что это самое важное в этой ситуации, техническая или психология? Но технический аспект тоже очень важен. Но технический аспект тоже очень важен. Почему? Потому что технический аспект дает вам уверенность, что если ситуация будет разворачиваться или идти по какому-то неправильному сценарию, нестандартному сценарию, вы можете всегда... Потому что если вы имеете технический аспект, то, что если вы будете в состоянии сложной ситуации, то вы уверены, что вы сможете реагировать correctement. и сенсортироваться от этой ситуации. Но под психологическим аспектом, мы еще будем понимать, это ваше внутреннее состояние, насколько вы спокойны в данной ситуации. и сенсортироваться от психологического аспекта, ваше внутреннее состояние, это ваше внутреннее состояние. ваше внутреннее состояние, когда мы должны понимать мотивацию, да, партнера, что мы хотим сделать. И сегодня мы будем работать этот аспект, когда мы будем пытаться пробовать наиментировать наиментирование нашего противника, чтобы проверить, что он хочет делать. Такой для тех, кто уже занимается системой, знаком системой, да? Помните, когда вы пришли, первый раз, мы сказали расслабься, нужно учиться расслабляться. Кто делает системой, может быть, я помню, в вашем первом курсе, вы пришли, и он вы сказали, «детендесь-вы, вы должны знать, что вы должны быть.» Но каждый из нас, все время говорили, «я вроде расслаблен, но все, что я не расслаблен». И все, что я не расслаблен. И все, что я не расслаблен. Но потом, как вы занимаетесь, вдруг вы понимаете, что оказалось, действительно, что очень много проблем, да, и вы не такие расслаблены, как они должны быть. И когда вы делаете эти exercises, вы понимаете, что в реалите вы не будете так с детьмени, как это. много стажей на протяжении нашей области. И когда мы расслабляемся, мы начинаем видеть напряжение других людьми. И когда мы сесть, мы начинаем видеть напряжение на других людях. И когда мы сесть, но потом как мы начинаем работать и с дыханием и убираем очень много напряжения в теле, мы начинаем мы начинаем работать, мы начинаем работать и делать задолженности, мы начинаем работать мы начинаем работать, мы начинаем становиться более чувствительными ко внешней среде когда мы чувствуем, то есть когда мы становимся не конфликтными. Мы не испытываем каких-то неудобств, дискомфорт, мы просто не конфликтные люди. Когда мы чувствуем, мы становимся не конфликтными. Продолжение следует...